Власти-грожане сверят позиции и в музыкальном проведут выездные приемы заместителей главы краевого центра. Они пройдут в один день в разных частях микрорайона. Такую задачу на городском аппаратном совещании поставил глава Краснодара. Евгений Первышев поручил также заранее опубликовать адреса и время работы выездных приемных на сайте городской администрации. Он объяснил, что такие встречи помогут обобщить проблемы и расставить приоритеты, а также помочь в решении частных вопросов. Также глава Краснодара заявил, что намерен встретиться с жителями пострадавшего дома на Прокофьево и обсудить работы по его восстановлению, а также механизм предоставления компенсации за утраченное имущество. На совещании было объявлено и о том, что сотрудники администрации перечислят однодневный заработок в помощь погорельцам. Эти деньги и пойдут на оплату съемного жилья для пострадавших при пожаре 15 февраля. Еще один вопрос, который рассмотрели участники совещания – переселение людей из ветхого жилья и дальнейшее использование освобожденных участков. По словам заместителя главы Владислава Ставицкого, который курирует вопросы муниципальной собственности и городских земель, сейчас рассматривается возможность использовать участок по улице Виноградной. Там хотят построить спортивную площадку, а по улице длинной – платную парковку. Евгений Первышев отметил, на этой земле ни в коем случае нельзя планировать точечную застройку. Хаотичное строительство в городе нужно прекратить. Для эффективной работы в этом и других направлениях мэр хочет. Мэр хочет торговать, как это было раньше. Ее необходимо вовлекать именно в городскую среду. Парковки, озеленение, благоустройство, детские площадки. Вот краевой администрации часть земель на участке я передаю. Я уверен, что она пойдет на пользу. Для эффективной работы в этом и других направлениях мэр поручил руководителям департаментов перейти на электронные документы оборот. Только в 2016-м в администрацию поступило более 43 тысяч обращений в бумажном виде. Это почти на 2000 больше, чем в предыдущем. Нередко документы теряются, а это провоцирует проволочки с ответами. Полностью отказаться от бумажных носителей в Краснодаре планируют до конца этого года.